Здравствуйте, дорогие друзья, соратники, просто неравнодушные люди. У нас, к сожалению, ВПН второй уже заблокирован, и мы не можем выйти в прямой эфир, поэтому выпуск будет в записи. Сегодня второй день марафона по Наталье Ивановне Филоновой, по сбору средств на адвоката. Это первоначальная сумма 50 тысяч. За прошлый раз у нас, получается, собралось 9100. Сейчас я просто хочу сказать, от Людмилы пришло после этого 1000, это уже 10 100. И сейчас я гляну. От Людмилы 1000 и перевод от Анастасии. То есть Людмила это Милая, я думаю, что с Иркутской Людмилой. Или это Саха-Якутия, Людмила Козак. Но я не буду спорить, утверждать. И перевод от Анастасии, тоже 1000 рублей. Все вместе у нас там получается 9100 и 2000. Ты же смотри, там мои деньги поступли. Ну, уже неплохо. Получается, за один день лихо-то мы набрали одну пятую часть. После этого выпуска надеемся, что еще добавится сумма. Ну, мы говорили в первом выпуске, что нужно нам очень быстро это сделать, потому что время уходит. И так трачено много упущенные возможности для помощи. По поводу тех, кто думает, что это ненужная трата времени и сил, хотелось бы добавить, что, к сожалению, другими возможностями мы не располагаем. У нас доступа даже по связи с Натальей Ивановной нет. Позавчера я ходила в СИЗО. Была очень странная реакция от руководства. Звуков так не поступило. От Натальи Ивановны. То есть, ее, получается, права нарушены. И придется действовать как-то, видимо, по-другому. Ну, потому что вообще связи никакой с человеком нет. Мы даже знаем, что нужно делать в отношении ребенка. Я писала заявление по этому поводу, потому что у него сейчас очень важный момент. У него действительно решается судьба. Он переходит по группе инвалидности из инвалида детства, по взрослой категории. Я смотрю сюда. И от этого зависит, получается, его будущее. То есть, вы сами понимаете, да, когда человек инвалид, и сумма денег, которую он будет получать от государства, это много значит для ребенка, тем более его будущее. Нужно получать образование и так далее, как-то, чтобы обеспечивать самому себя, свою жизнь. Такую сумму непростую на самом деле. Поэтому сейчас еще раз обращаемся к нашей общественности, к тем, кто не дает общаться даже матери с мужем, Наталья Ивановна своим мужем, своим сыном и непосредственно своими близкими. Хотелось бы сказать, что мы не сказали, что все тут люди, все мы понимаем. Мы не знали, что такая тяжелая ситуация. На самом деле ситуация очень сложная, потому что, еще раз повторяюсь, у ребенка очень серьезное заболевание. Вот после полгода вот этих третирований это, естественно, не могло не сказаться на его здоровье. Как он сейчас на самом деле состояния мы не знаем, потому что связи с ним тоже нет. Можно общаться, вот я вчера разговаривала, только через директор, и как директор говорит в его присутствии. Но вообще-то это тоже неправильно, я считаю, потому что ребенок самостоятельная уже личность, и зачем присутствие третьих лиц, непонятно. Дело даже не в этом, а в том, что... Ты скажешь, что Волу скажу вчера. Волу сказал, что все хорошо у него, что все замечательно, что вот он сейчас уже не болеет, он боял до этого. С учебой у него как будто бы не плавно. На самом деле он много же пропустил, полгода. Конечно, он не скажет, что... В школу он не ходит в общественную? Нет, в школу он не ходит. Прямо в интернат приходит преподаватель учителя. Он же необычный ребенок. Он обучается в 60-й школе, где специализировано обучение для детей, которых осложнено здоровье. Естественно, в той школе нет такой возможности, поэтому учителя к нему приходят. Ну и понимаете, это же не те специалисты, которые привыкли к таким деткам и знают, к ним методика преподавания у них своя разработана и так далее. Поэтому качество знаний, я думаю, все равно, конечно, желает там... Ну, желает лучшего. Да, естественно. Ну, давай придем опять же к адвокату платному. Есть адвокат платный, хороший адвокат. Ой, точка. Ой, спасибо. На самом деле она согласилась, не каждый согласится взять политическим. Там я прочитала от Татьяны Статсуры комментарии, что они там ФСБшные, все адвокаты. Это не так. Человек, который всю жизнь проработал адвокатом, она согласилась, да, она согласилась за это нелегкое дело, этот процесс. Ну, вот аванс нужен 50 тысяч. Первый сейчас. Если что-то тронется, тогда, значит, это все и будет. Ну, а пока ничего не нужно... Да, для таких как Татьяны Статсуры и подобные, даже отвечать смысл на их вопрос, ну, комментариев нет, потому что где вы были все полгода, почему вы не предприняли никаких вопросов? Ну, почему тут Татьяна Статсура? Опять начинаешь? Будучи юристами для какой-то юридической помощи, Наталья Ивановна. Татьяна Статсуры здесь нет. Давайте не будем. Сейчас не об этом, не об этом. Сейчас у нас о будущем. Это уже как бы в прошлом. Поэтому... Сейчас у нас о будущем. Я не считаю, что нужно комментировать этих людей вообще здесь. У нас своя цель. Мы идем к ней. Мы знаем, что мы в этом и делаем. В настоящее время, то есть это вот эта цель набрать денег для адвоката, для этого, чтобы вот эта вот женщина, она рискует, и поэтому... И будет, конечно, нас как бы вместе будем подготавливать линию защиты и линию НАТО, линия, имя и говорить, кто это, как мы не будем. Сами понимаете, потому что... Почему? Мы предполагаем, что будет давление и на это. Это естественно. После того, как мы, да, сделаем с ней соглашение, договор, тогда, да, будет у нас, значит, запись или прямой эффект. А сейчас об этом говорить смысла нет. Мы еще сумму не набрали даже на аванс. Вот. Сами понимаете, сумма за оплату таких услуг очень не велика. Насколько я знаю, что там люди, у Леона, когда политические делом не прогревают. А по поводу тактики, там, или что-то еще, как я в комментариях сказала, ну, где тактики, за полгода. За полгода что сделано? Никакой тактики с вашей стороны вообще не видно. Человек без связи абсолютно сидит, сама пишет требования и жалобы по правам человека во всей инстанции. Она сама пишет. Получает отписание. Просто с нашей стороны здесь, которую мы на свободе, здесь в Улан-Удэй, мы просто-напросто должны подальше идти бороться. Любые какие возможности появляются, способы, варианты за все хвататься, за все цепляться. За все. Но вот это лично мое мнение. Я с тобой согласна? Да, согласна. Конечно, потому что, конечно, очень интересно, да, как бы два человека, которые столько времени не общались и сейчас вот ведут. Но, понимаете, такая проблема, такая беда, естественно, она объединяет. Я вчера правильно сказала, что мы можем не общаться, да, и годами, у всех свои вопросы была, но когда в трудную минуту волки собираются в стае, вот. Так что, ну вот, волки, да. Буряты, бур, это вообще-то волк означает. Когда становятся холодные, волки собираются в стае. на вашу помощь, на вашу поддержку. Уповаем, да. Мы просто надеемся, а прямо уповаем, у нас просто другой возможности сейчас нет. А еще там будет прикреплен, или я там отдельно как бы напишу, и пожалуйста, как говорится, неравнодушные люди. Ну, а мы будем всех держать в курсе и отчитываться, кто сколько, что и отправит, и какая сумма уже отправится. Ну, еще, друзья, делайте, пожалуйста, репосты, потому что время нас нажимает, что мы за один день собрали почти 10 тысяч, это не значит, что мы каждый день сможем так собирать. Увидите, что нам препятствует, что прямой эфир вести невозможно, когда от него гораздо больше эффекта. Вот. Ну, поэтому делайте, пожалуйста, репосты. Распространяйте среди своих друзей и знакомых, ну, и объясняйте, что ситуация действительно афовая и что человек в беде, ему нужна помощь. Спасибо большое всем, кто уже помогает и спасибо всем, кто намерен помочь. Ну все, на этом вам всем БРТ, до новых встреч. я хотела тебя попросить, скажи, не маю, чтобы письма забрала с почтампа. Я ему пишу, он не видит их. Потом, значит, я хотела попросить тебя, ты телефон мой подключи, Оля. Хорошо. Попробуй, ты же мой, ты же мой, знаешь этот пароль. Нет, пароль не помню, скажите, пароль скажите мне. Пароль скажи. Наталья Ивановна. С Вовкой мы вчера разговаривали, через директора, ему телефон сломали, он только через директора общается или общается через воспитателя, получается. Слушай, я чувствую, что случилось. Тот раз, когда правозащитники с ним разговаривали, после этого он вышел, выполз со связи. Сама администрация у него забрала телефон. Ну, у него один раз забирали, потом он его потом сломали. А первый раз забирали, потом сломали. Скажи, она не против на платного адвоката? Спроси у нее. Наталья Ивановна, Наталья Ивановна, мы начали собирать на платного адвоката, вы не против? Ну, вы опоздали, уже давно опоздали. Потому что она меня ты же видела, как она меня подвела? Я уже не выиграла сутки, смотрела. Она начала рассказывать о том, что я нарушала домашний режим, а материала в делу этого не было. Понимаешь? Вот в чем вопрос. Потом она, значит, на том заседании, на котором ты присутствовала, помнишь, 30-го числа, она тоже сказала о том, что нужны только профессиональные адвокаты. Ты слышала об этом? Угу. Ну, видишь, неудобно человека как бы выкидывать из дела неудобно. А если сейчас новую нарушу? Да. Ну, знаешь как, на платного адвоката кого попало мне не надо. Я справляюсь тут. Мне лучше, мне лучше, если можно, какой-нибудь хотя бы тысячу или полторы закинули на мой счет. Здесь на мое имя открыт счет. А вам разве деньги не приходят? Разве деньги туда закидывают же? А это самое, ну, мне пришла тысяча рублей от 7-го апреля. Юля, Юля закидывала, Юля закидывала и раньше должны были, раньше нету, да? Я объясняю, я объясняю, у нас в камере сидят люди, у которых ничего нету. И когда мне эта тысяча поступает, я просто ее скармливаю. Понятно. То есть у вас денег на счету нету вообще, да? Мы на 17-е число посылку я записалась, мы вам принесем. Там до 7-ми килограмм нужно. денежку тоже закинем. На 17-е, на 17-е. Понедельник. 17-го числа ты думаешь будет свидание, да? Нет, нет, посылку. Свидание на 22-е. Свидание на 22-е. А посылку можно в любое время посылать? Нет, они там, если по почте, а вот акцию, только по записи. Наталья Ивановна, времени тратим, погубки, в общем, что нужно сделать-то? Но погубки ничего мы сделать не можем. Они сейчас засоветились, мне адвокат говорит, адвокат работает со следствием, однозначно. она мне говорит, нужно дать согласие вашему мужу, пускай он заберет его оттуда. Я написала заявление в прокуратуру по надзору Шевченко, я с ним разговаривала. И обратила внимание на то, что октябрьский отдел октябрьский и так далее. А все остальные структуры его прикрывают. Знаю я это все, я уже давно все это обзвонила. С Сергеем сегодня вчера разговаривала с вашим мужем. Он за вас горой стоит, он говорит, они обзванивали его, всех его родственников, ну ваших получается. Даже мне же предлагали, я тогда сразу поняла, что это нечисто, чтобы Вовку переписать. Вот, он говорит, они хотят его переписать, да, и вас сразу посадить, чтобы снять опекунство. Вот, и он говорит, я всем сказал, никто не будет ничего естественно подписывать, а я-то требую, чтобы они вернули, они же нарушили права ребенка, они его выкрали. Я почему на тебя надеюсь, потому что мы же с тобой друг друга понимаем на расстоянии. Ты правильно ситуацию оценила, совершенно верно. Да, вот, поэтому душа у меня от него болит, понимаешь, да, я знаю, мы собрались поехать, идем к нему туда, я договаривалась с директором тоже поедем встречаться. Наталья Ивановна, я приходила, чтобы вам звонки разрешили, сколько звонков разрешили? Три звонка разрешили, сейчас один аннулирует, останется два. А на какой звонок? Только один в неделю, понимаешь? А, всего лишь один звонок. Ну, на следующей неделе сразу тогда звоните, в понедельник или когда скажите заранее. Ну, ладно, хорошо. мы на запись поставили, мы это потом пересмотрим, если что еще, говорите, что важное. Ну, если срочная будет, то, видишь, если срочная будет. Ну, видишь, я-то рассчитывала на то, что прокуратура будет это смотреть, может быть, на то проследование отправит. Они же мне тяжелую статью поменяли на легкую, а одну легкую поменяли на тяжелую. А получается свыше трех лет, понимаешь? Ну, в общем, адвоката соберем, Наталья Ивановна, она к вам придет, вы с ней переговорите тогда, я письмо напишу, через нее вам передам, так, сделаем. Насчет насчет адвоката надо еще подумать. Ну, собирайте, то собирайте деньги, но надо думать, потому что, если адвокат будет вступать, то вступать сразу уже в официальное дело. Здесь много, конечно, для два, но и с этим адвокатом мы точно так же справимся. Надо только добиваться, чтобы правозащитники были рядом. Они же могут вместе работать, в том-то и дело, что они вдвоем могут работать. Вот. Я говорю, смысла нету в этом. А она говорит, Брянская отказывается, она же не знает. Ну, ты надо успеть сказать, что Брянская отказалась от нее. Ну, слышали все? Ну,